МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах. Незаконная деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Суд выслушал последнее слово подсудимых. За время нахождения в СИЗО понял, все переоценив, поступал неправильно. Содельным искренне раскаиваюсь. Прошу строго не судить. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше трех миллионов рублей. Нарколаборатории, в которых произведено более 30 килограммов запрещенных веществ, размещались в Твери, Калининском и Старицком районах Тверской области. На месте производства задержано с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых трое граждане России и трое граждане Украины. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мифедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 килограммов, а также по предварительным оценкам около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей. Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины. Сбыт наркотиков осуществлялся в Пролетарском районе областной столицы. Скажите, вы считаете себя виновными? Да. По предъявленным статьям всем? Да. Вы у кого-то хотите попросить прощения? Общество. В первую очередь перед обществом попросить прощения. Напомним, ранее Старицким районным судом вынесены приговоры другим участницам этой организованной преступной группы. Виктория Смирнова, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, получила 9 лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. И Веронике Шуваловой, признанной виновной в совершении 4 преступлений, в составе ОПГ суд назначил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Еще двоим участникам ОПГ удалось скрыться. Они объявлены в международный розыск. О вердикте суда мы сообщим в патрульной службе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова